Глава седьмая. Антиквар. По здравому размышлению Ровный решил воспользоваться советом Артёма. Не насчёт огнестрельного оружия, а насчёт машины. Он был склонен трезво себя оценивать и понимал, что если его по-настоящему захотят убить, убьют. Против специалиста не поможет гладкоствольный пугач, да и нарезной не поможет, ровно как и широкий ассортимент нелегальщины от пистолета до пулемёта. У несчастного Петухова дом буквально ломился от стволов. И где он теперь? Отдал Богу душу предельно зверским способом. Аж мороз по коже. Так что осторожность. В рамках повышения оной личное авто вполне просматривалось. Например, если припрёт оперативно сваливать. Не на трамвае же. И с архивом этим. После вчерашних событий ходить по городу с дипломатом под мышкой было... Да просто страшно. Кирилл дозвонился до давнего клиента, который когда-то делал неплохие деньги на перепродажи ворованных иномарок. С тех пор прошли годы, но человечек, обзаведшийся вполне легальным бизнесом, любви к профессии, а также навыков и связей, не растратил. Более того, он уже второй год пытался всучить Кириллу свой митсубиси-паджерон, на котором муха не прыгала. Каждый разговор оканчивался именно на нём, на подержанном джипе. «Приветствую вас, Евгений Сергеевич», – сказал он в трубку. «А, ровный», – обрадовалась трубка. «Я Евгений Сергеевич...» «Да ну нахер!» «Я для тебя Женя!» «Сколько можно повторять?» «Хорошо, Женя. Я вот подумал и решил согласиться на ваш твой паджеро, если он меня ещё дожидается, конечно». «Конечно дожидается, я свою машинку только в хорошие руки, как кота». «А что с тобой, ровный?» «Ты часом не заболел?» «Или кто в лесу сдох?» «Ты ж такой весь из себя противник личного авто!» Повелитель иномарок был бодр и Виталин, чего нельзя было сказать об антикваре. «Сдох», – коротко ответил он. «А, блин, прости, брат!» В динамике послышалось сочувственное сопение. «Слышал про Артёмку. Чёрт, надо же было такое сказануть. Ну, прости, прости, не хотел». «А откуда ты про...» Хотел удивиться ровный, но не успел. «Как откуда?» «Ты в интернет глядел?» «Бойни на Петроградской!» «Все новостные ленты забиты по телевизору». «А, ну да, ты же его не смотришь». «В общем, пресса не дремлет». «Но ты скажи, какой кошмар!» «Какому ж выродку могло в голову прийти, у кого рука поднялась?» «Совсем же звездец!» «Ладно, мы в девяностые, всяко бывало, но что вот так?» «Никаких понятий!» «Я с пацанами переговорю, поищут выродка по своим каналам, гарантирую». «Я ещё понимаю, утюг там, паяльник, девять грамм в ух, это мы всё видели». «А сколько за машину хочешь?» спросил Ровный, прервав ностальгические излияния. «Денег?» «Не совсем умно» переспросил Женя и тут же пояснил. «Нахрен тебе твои деньги?» «У тебя, я слышал, образовался один гальтиковский гарнитурчик, так давай махнёмся баш на баш. Я его в своё время упустил, а очень хочется». Кирилл покосился на шкаф, где лежала пара пистолетов знаменитого тульского мастера Николая Гальтикова. Хотел поинтересоваться, откуда ветер дует, но не стал, ибо не мир тесен, а слой тонок. А особенно антикварный, где новости носят со скоростью телефонного звонка. Футляр с пистолетами стоил заметно дороже ветеранского джипа, но машина была нужна, а деньги, что деньги, солить их прикажете. Словом, согласился. «Так ты новости-то погляди», – посоветовал Женя, когда детали и сроки утряслись и улеглись. «Я вчера на Артёма с Таней глядел», – ответил ровный и нажал на кнопку носом. Была у него такая привычка. К шести вечера под задницей вовсю шелестели внедорожные колёса, а руки ворочали штурвал, размачивая изрядно засушенные навыки. Зелёный поджеро наматывал асфальт, и возник вопрос, лет через двести не станет ли машина антиквариатом не менее ценным, нежели уплывший на обмен тульские пистолеты. Забавно выходит. Где-то ограниться, когда поддержанное, траченное бывшее в употреблении превращается в драгоценную древность. «Нет, друг», – сказал ровный, обращаясь к джипу. «До антикварного состояния тебе не дожить. Слишком нежный. Ну и ладно». Разделить и признать собственную точку зрения насчёт «ладно» у Кирилла не получалось. Ему было тревожно. И другой вопрос, куда более актуальный, маячил над повесткой дня. Получится ли самому антиквару дожить до древних лет? У Петухова не получилось. Поэтому ровный правил туда, где мог получить хоть какие-то сведения об архиве, который оказался неожиданно опасным, а именно к наркоману Диме на улицу Чугунную. Налаженная и скучная жизнь сломалась при вторжении бумаг средневекового вельможи. Странный и даже страшный ночной звонок соединился в голове Кирилла с участью петуховской семьи, которая настигла её тоже ночью и тоже вслед за знакомством с документами. Оно, конечно, на первый взгляд глупость. Автограф Филиппа де Лолена стоит дорого, нет слов, но для кого? Кто в состоянии оценить такую редкость? Только учёный или весьма разбирающийся человек. Образ такого человека, например, профессора Прокофьева, никак не ввязался с обликом того, кто в состоянии распотрошить двух людей. Это из другой реальности. Торговцы оружием, бородатые исламисты, напугавшие американского президента, международные наркодилеры, промышленные шпионы и охотники за финансовыми секретами – тоже обязательно международными. Хотя нет, последние действуют куда более тонко, если верить тематическим фильмам и житейскому опыту. Допустим, нет, не допустим, а будем рассуждать логически, говорил себе антиквар, выруливая с проспекта энергетиков на Полюстровский. Конкуренты прознали об архиве. Это раз. Сообразили, сколько он может стоить. Это два. Столько десятков тысяч в твёрдой валюте – достаточный повод для убийства. Несомненно, три. Но кто в состоянии заплатить такие деньги? Крупный иностранный музей, библиотека, исторический архив, вставить нужное – аукционный дом или богатый частный коллекционер. Музей и аукцион никогда, вы слышите, никогда не прикоснуться к предмету с криминальным душком. Репутация и возможные проблемы стоят дороже. Частник, свихнувшийся на бургундском средневековье? Возможно, хотя маловероятно. Едем дальше. Что нужно сделать, чтобы отсадить бумаги? Прочесть их, для чего требуется уверенное знание старо-французского и средневековой полиографии, иначе эти каракули просто не разберёшь. Так, это раз. Два. Ровный знал всех антикваров в Питере и Москве – от мелких барыг до представителей крупных компаний. Насколько диковато антикварный бизнес в России вообще позволял оперировать термином «крупный»? Кто мог пойти на такой кошмар? «Русские палаты в Москве?» Смешно, они слишком на виду, да и зарабатывают куда как неплохо, чтобы связываться со столь жутким криминалом. Милейший Лёша Бронштейн питерский воротило – этот вполне в состоянии настучать по лицу, если кто-то поведёт дела мимо понятий, но не более. Поговаривали, что Пётр Иванович Новиков тоже воротило, но ещё советской закваски, гонялся за недобросовестными конкурентами с бритвой. Но если это и правда, байке исполнилось лет 20, годы юной славы Новикова давно минули, и был он нынче тихий дедушка. Кроме того, утаить сторонний интерес к такому экзотическому предмету, как средневековые документы, почти невозможно. Ровный услышал бы, узнал, слишком много сорок носит на хвосте такого рода новости. Артём поделился сведениями только с ним, значит, на Кирилле замыкается информационная цепь, а Петухов остаётся первым-единственным передаточным звеном от Наркуши к нему. Отсутствие слухов говорит именно об этом. Покойник не успел донести информацию третьим лицам или не хотел, что разумно. Вывод первый. Антикварный мир, по крайней мере отечественный, можно считать непричастным. Помимо всего прочего, уж очень странный стиль поведения у киллера. Кто же так делает? Ворвался в квартиру и вместо того, чтобы пытать, допрашивать, словом, добывать сведения, убил двух человек. Да не просто убил. От воспоминания о вчерашнем зрелище ровного замутило, и он открыл окно, впустившее шум, гудки и тяжёлую асфальтовую духоту. Каменный город отдавал накопленное за день тепло. Кондиционер же есть, двадцать первый век на дворе, подумал антиквар, поспешно выдворяя стекло в пазы. За бортом потянулась мрачная Менделеевская улица. Заводские задворки, где ещё пахло с тачками и классовой борьбой, где жил огненный ленинский дух, а сам лысый вождь, словно ещё вчера, пробирался здесь к финляндскому вокзалу, чтобы бежать в разлив. Итак, своих родных антикваров, то есть прямых конкурентов, оставим пока в покое. А остаются иностранные конкуренты. Читай перечень. Охотники за средневековыми редкостями, свихнувшийся коллекционер, глупость, смех и грех. Кто ещё? Отечественные спецслужбы, а заодно их заграничных коллег, ровно и отмёл сходу, потому что эта мысль отдавала паранойи матёрым таким диссидентским сумасшествиям. Отчёты господин антиквар вообще взял, что ужасная смерть читы Петуховых связана с архивом, ну, бывают же маньяки. Кирилл как-то раз напивался в компании, где оказались парни из судебно-криминалистического морга, точнее, парень с девушкой. Эти милые люди порассказали такого, что Стив Кинг нервно курит в сторонке свои сказки для школьников, поглядывая с завистью, из чего господину антиквару втемяшилось, что ночной перезвон хоть как-то связан с убийством. Жара, усталость, коньяк плюс скучающие подростки и получайте нервный срыв. Что до бедного Артёма? Ну, обштыдился какой придурок некачественной химии, да вообразил себя Блэйдом-охотником на вампиров и приволок с собой гориллу на поводке. Мысль окончилась вслух. Горилла идёт, крокодила ведёт. Вот же ж, блин! Блин – это от того несложного факта, что он ровный, катит в гости к конченому наркоману, который единственный знал, что и кому продаёт. С Петуховым был знаком, а значит, мог раздобыть и адрес, невелика загадка. Этот контингент, не задумываясь, удавит, зарежет, застрелит за дозу. Легко! Какой же ты болван! Он протянул ровный. Надо ж было ещё вчера не играть в Штирлица, а стукануть ментам. Пусть бы разбирались, это ж первейший подозреваемый. Однако не вяжется. Во-первых, из квартиры не пропали деньги и ценности, которых было богато. Торчок вынес бы всё подчистую. Во-вторых… Во-вторых, антиквар видел, как расправились с Артёмом. Тот был мужик здоровый, штанга, бокс, да и характер далеко не робкий. Просто так бы он не дался, а ведь его забили, как свинью. Тем более тела видел судебный патологоанатом, кинувший предположение о Горилле. Нет, полиции до поры о наркомане знать не следует, ведь закроют парня на раз-два. Не жалко, конечно, потому как элемент ненадёжный, но вместе с парнем закроют и дело. Следовательно, настоящий монстр будет гулять на свободе и ещё кого-нибудь привалит. Например, тебя, Кирюша. Надо поглядеть на гражданина Диму и пообщаться. Ой, надо. Тем более вот она, чугунная улица, а вот и дом 4А. Практически на углу Менделеевской. Авеню, носившая имя великого химика Мрачная, по сравнению с чугунной улицей, это был практически Бродвей. Вагоноремонтные заводы, автосервисы и на диву миру пара жилых домов. Одинокие и маленькие среди заборов, теней, арочных кранов и эхо цеховых гудков. Веки в 19-м здесь могли жить мастера с семьями или иные квалифицированные рабочие числа элиты, а теперь здесь жил наркоман Дима. Пейзаж самый подходящий. Из магазинов через дорогу располагался винный супермаркет «Ароматный мир». Всё. Крайне депрессивное местечко с чахлыми деревьями и покосившимися скамейками у парадных. И не скажешь, что за промышленной полосой в каком-то полукилометре гремит и сверкает огнями выборская сторона, вполне себе респектабельная. Антиквар припарковал джип, сказавший своё «пока-пока» сторожевой пипикалкой. И направился к двухэтажному дому в грязной охряной штукатурке. Под ногами носился тополиный снег, вихрясь и безумствуя, а возле двери на скамеечке сидел старик, что заменял разом консьержа и домофон. «Вы к Диме, молодой человек?» – спросил он строго. «А я?» – ответил ровный и обернулся, хоть и пуста была улица, за исключением редких грохочущих грузовиков. «Ну а кто же?» «Конечно, вы!» Дед склонил голову, то ли указывая на объект, то ли приветствуя. «Вы же один?» «Один!» – Кирилл остановился подле скамейки. «Так вы к Дмитрию?» «А, собственно, да, а как вы узнали?» – просите. «Ничего сложного. В подъезде четыре квартиры. Авельяновы на даче, Шувалов в больнице, а к художнику Панте-Корво подобные вам не ходят. Остается Дмитрий. Тем более, что вы не первый», – пояснил дед. «Вы Панте-Корво?» Кирилл изумился, хотя я не смог пояснить, чему именно, необычные фамилии, профессии, проницательные дедовые дедукции или тому, что он не первый. «Честь имею». Старик еще раз поклонился. «Так вы к Дмитрию?» «Да, простите, а еще раз, что значит «не первый»?» «То есть, значит, я того добра молодца предупреждал, не ходи к Диме, не надо, пропащи он, и ты пропадешь». «Не послушался, а теперь сам погиб и жену свою погубил, а все от жадности. Вы тоже не послушаете?» «Но...» «А он дома?» «Дома. Он теперь всегда дома. Ваш покойный предшественник снабдил его достаточным количеством от травы, чтобы тому не надо было выходить». «Так не послушаете?» «Может быть, я ему помочь хочу?» – спросил антиквар, чувствуя, что начинает злиться от неожиданного допроса нотации. «А вам, простите, кто поможет?» «Мне помогать не надо». «Тогда ступайте». И дед ловким толчком клюки растворил дверь перед антикваром. «Второй этаж. Дверь направо». Кирилл не стал спрашивать, откуда дед узнал про Петухова. «Из газет. Такие вот самопровозглашенные стражи всегда всех помнят в лицо. А уж бойня на Петроградке наверняка облетела все полосы криминальной хроники. Подъезд видал лучшие годы, но был удивительно чистым, а подоконник лестничного пролета оседлали цветы в горшках. Дверь направо оказалась открытой. Кирилл с испугом остановился. Он слишком хорошо помнил предыдущую открытую дверь. «Простите, уважаемый!» – крикнул он. «Я от Артёма Анатольевича. Вы дома? У вас дверь открыта. Мне с вами надо поговорить. Я могу войти, если вы, конечно, не заняты. Не потревожу?» «Оттёмки!» – донёсся голос после короткой паузы. «Заходи!» Квартира была явно не генеральская. Генералы империи проживали в сталинских апартаментах, где до потолка не достать даже на стремянке, а в коридоре можно играть в футбол. Кирилл предположил бы, что Наркуша продал наследство, переехав на эти задворки, но уж очень вычурно старой была мебель, окружившая его. Как будто реквизит к фильму о счастливых довоенных временах. Первая дедушкина квартира, где он проживал до генеральских звёзд? Всё может быть. Квартира, кстати, была чистенькой, что вовсе не похоже на обиталище наркомана со стажем. Ровный отметил образцовый порядок, чем сам не мог похвастаться. «Эй, гость!» – прогудел коридор. «Ты куда пропал?» Кирилл пошёл на голос и очутился на кухне с допотопной газовой колонкой, не менее допотопной мойкой, которую венчал бронзовый смеситель, и неожиданно могучим дубовым столом под скатертью-клеёнкой. «Добрый вечер!» – ровный. Представился он по привычке. Из угла на него возрился парень лет 25, смотревшийся сущей мумией. Мумия была одета в футболку второй свежести, спортивные шаровары, каковой туалет был заклеймён зенитовским логотипом. «Хм! Вижу, что не бугристый!» – сказал парень. «А что, простите?» – не понял Кирилл. «Ах, вы о фамилии! Извините! Ровный! Это моя фамилия!» «Что ты мне сделал?» – антиквар поднял брови, всем видом изображая непонимание. «Ничего не сделал? А чего ты тогда всё время извиняешься?» – пояснил наркоман. «Издержки воспитания, молодой человек. Вы Дмитрий Богуслав?» «Я! Садись, не маяч!» – парень махнул рукой в направлении венского стула в другом углу. «Вмажешься? Высдержусь!» «Зачем тогда припёрся?» «Я партнёр Артёма Анатольевича. Надо поговорить о бумагах, которые вы ему продали». «Ну, говори!» «Пока Кирилл распространялся о своём интересе, он внимательно разглядывал своего визави. Весу в нём килограмм шестьдесят пять. Рост метр семьдесят, лицо мелкое, причём, внимание, гладко выбритое. Тощие мышцы в синих венах. Не вполне конченый человек, но уже на скоростном лифте в ад. Завалить сержанта Петухова он бы, конечно, сумел. Отвёртка вбок на ступенях лестницы, утюгом по затылку – есть способы. Но учинить то, что видел ровный – никогда. Даже обторчавшись до белых чертей. Кондиции не те. Так как я осуществляю всестороннее информационное обеспечение, то хотел бы знать, что ваш покойный дед говорил об этих бумагах. Всё, что угодно. Какие-то фамильные легенды, слухи, как он именно завладел. Всё, что угодно. Закончил антиквар. А-а-а, ты про те бумажки, которые Тёмчик купил. Именно. Ну, это на сухую никак. Не осилю. Так, может, вмажемся, а то что-то меня трусит. Ща ломать начнёт, так с меня толку никакого. Даже поезд по канату не пущу. Ну, слушай, короче. Дедушка был тогда не генерал, а майор НКВД, входивший в комиссию по отбору германских архивов для вывоза в Союз. Он вообще много чего вывез. Всякие брюлики, которые наркоман Дима потихоньку проживал, в ходе чего и познакомился с Петуховым. Так вот, дед, филолог по первому образованию, он прекрасно читал на языках, включая средневековые диалекты, из-за чего и вошёл в комиссию. Дважды коллега с теплотой подумал ровный, эксперт, да ещё медиевист. К военным бумагам со всякими секретами он доступа не имел, работая в том отделе комиссии, что занималась культурными ценностями покорённой страны для компенсации культуры нашей, которую немцы изрядно проредили. Разнообразные старые архивы, вот его участок. В один прекрасный день, когда победная эйфория 45-го ещё не схлынула, а майор Богуслав трудился в тюринском замке Вартбург, ему телефонировали, что отловлен один тип, опознанный как сотрудник концентрационного лагеря Дахау. При нём нашли целый рюкзак документов, а товарищ Богуслав ближайший специалист. Специалист выехал на место, где отсеял почти весь рюкзак, содержавший жуткий отчёт доктора Рашера, а значит под его интерес не попадавшие. Медицинскую документацию сдали компетентным товарищам, а вот одна папка осталась у товарища Богуслава. Это и был средневековый архив из нескольких писем и одной рукописной тетради. Вполне законный вопрос, какого лешего древней бумажки, да ещё французские делали в ведомстве доктора Зигмунда Рашера, который, как стало известно, занимался опытами в области гипотермии, эсэсовец ответить не смог. Он де еле унёс ноги от изумившихся широте сумрачного тефтонского гения американских солдат, которые от изумления перестреляли всю черномундирную сволочь из пулемётов. Документацию ему де доверил сам главврач, а он простой охранник и вообще не в курсе. «Ты знаешь, кто такой Зигмунд Рашер?» – спросил Дмитрий, наклоняясь сильно через стол. Он успел уколоться, ему было хорошо, но говорил связно и, насколько мог судить антиквар, по делу, исправно пересказывая дедовую историю. «Слышал?» Изучал воздействие холода на человеческий организм, эксперименты с давлением, как-то так. «Ну, позвольте, Дмитрий, если я не ошибаюсь, к апрелю 1945-го Рашер за какие-то грехи переместился из администрации лагеря в заключённый, где и был расстрелян». «Нихрена ты не знаешь, тот тип, ну, которого изловили наши, его звали Адамар Больман, он был подручный Рашера, конкретно он занимался реанимацией людей после оборжения. Отогревал телом?» «Поинтересовался ровный?» «Нет, дед говорит, что он ставил опыты на совсем безнадёжных с отмороженным мозжечком, а ещё дед рассказывал, что та книга ему нужна была именно для этого». «Не понял, он её вслух читал или как?» «Зря ржёшь», – наркоман искоса поглядел на Кирилла. «Дед по этому поводу не склонен был шутить, и знаешь почему?» «Откуда же мне?» «А потому!» «Американцы говорили, что нашли в Дахау камеру, куда свозили тела после опытов, чтобы потом спалить в печке. Так вот, половина была с прострелянными головами». «Зачем?» «Добивали из жалости?» «Что?» «Фашисты?» «Из жалости?» «Это смешной!» «Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе!» Дима рассмеялся. «Ну и?» «А я не знаю, что и. Дед дальше никогда не рассказывал. Там что-то написано в книжке, что-то, что нужно было эсэсовцам, а я по-ихнему не считаю». «Так вот что, кореш!» Он вновь нагнулся через стол и поманил антиквара к себе. «Мне дед эти бумажки сбагрил, понимаешь? Года за два до смерти. Остальное-то в наследстве, а эти подарил. Я от них потом едва не рехнулся, он даже на белый подсел. Бухал сначала, не помогает. Только вот это вот. «Ты думаешь, что я в дедовой хате не живу?» «Не могу. Сюда сбежал, на жилплощадь ее жены, моей бабки, подальше от бумажек. Я при первой возможности продал их твоему приятелю. Может, теперь отпустит?» «Что отпустит?» Решил уточнить ровный. Но в этом месте Диму накрыл хороший капитальный приход. Вот, он понес такую околесицу, что дальнейшее общение стало невозможным, и антиквар поспешил убраться вон. Улица встретила его подступающей белой ночью. Старик все так же сидел на скамеечке, будто дожидаясь Кирилла. «Удовлетворили ли любопытством?» – спросил он. «А почему вы спрашиваете?» «Потому что некоторых вещей лучше не знать», – ответил старик, встал, одернул парусиновый пиджак и зашагал прочь, постукивая клюкой. Ровный поразился. Какой же вредный дед, что не спросит, все в точку. И какое-то иконописное византийское лицо, чуть раскосые глаза, белоснежная борода по грудь – не старик, старец. «Эй! Послушайте!» – закричал вслед Ровный, но собеседника уже скрыл угол дома. Кирилл побежал вслед, чтобы выскочить на абсолютно пустую улицу, где и следа странного дедушки не сыскалось. «Куда это он пропал?» Ровный заоборачивался, хрустя застарелым остеохондрозом. Очередной поворот головы, хрусть-хрусть, за спиной он обнаружил двух человек, которые курили, прислонив зады к капоту черного Лексуса, что пристроился подле его паджеро. «Послушайте, уважаемый, да-да, вы! Вы не видели здесь старика на улице? Вшел в сторону набережной!» Антиквар указующе рубанул рукой. Курильщики переглянулись. «Не было здесь никаких стариков», – ответил один. «Пустая улица, сами поглядите!» – подтвердил второй и часто закивал, закутав голову в дымный кокон. «Вокруг дома ушел, что ли?» – решил Ровный и вознамерился это предложение проверить, но не успел, так как его окликнули. «Вы нас тоже извините», – сказал первый, вынудив Кирилла вновь обернуться. «Я?» «Вы часом не хозяин этого паджеро?» – спросил второй. «Да, а что?» «Господин Ровный», – уточнил первый. «Да, и что?» – повторил Антиквар, которого эта беседа на повышенных тонах через 15 метров асфальта начала утомлять. «Мы из ФСБ и хотели бы поговорить», – второй помахал в воздухе какой-то книжицей официального вида. «Я вчера весь день говорил с милицией», – сообщил ровно недовольно, но красные корочки притягивали могучим державным видом. Пришлось подойти. «С полицией. Мы же из ФСБ, как я уже говорил». «Вы по делу Петухова? Я не знаю, чем могу вам помочь. Я вчера рассказал всё и ещё раз, и ещё и четыре раза». «По делу», – кивнул второй, и, наконец, выпустил сигарету изо рта. «Скажем так, по делу Петухова тоже. Сугубо неофициально. Вы можете прямо сейчас сесть и уехать, если не желаете с нами знаться». «Мы не в претензии», – добавил первый. «Но если можете, тогда нам лучше поговорить». « saben, что делать?» «Вот laughter», «Вторых передparagus касается» «Ох…». «Я не чувствую».